В Омске разработали уникальный комплекс упражнений для лечения близорукости. Как утверждает автор, подход к восстановлению стопроцентного зрения принципиально отличается от того, которым привыкли пользоваться врачи-офтальмологи. Уже проведены успешные эксперименты. В чем секрет новой методики и как она работает, расскажет Павел Ремнев. Четыре цвета, полтора часа в неделю. Никаких сложных и опасных упражнений, никаких тяжелых и дорогостоящих операций. Здесь зрение восстанавливают, просто играя. Следим за валанами по кругу, по кругу. Просто двумя руками ловим и отбрасываем валан. Следим, следим за валаном. Комплекс упражнений специально разработан для людей с близорукостью, которые, может быть, никогда не занимались спортом. Сложность никакой не представляет, потому что это самые простые упражнения, такие как набрасывание валана вверх над головой. Все очень просто. Мы просто подбрасываем валаны, ловим, играем с валанами, играем с ракеткой. Поэтому, в принципе, можно учиться любой человек. Я считаю, это достаточно просто. Но просто это только с первого взгляда. На самом деле методики, которые придумали в Омске, нет аналогов в мире. Движение валана по особым траекториям, его вращение во время полета, антропометрические данные и биологический возраст пациента. Учитывается, кажется, все. Но самое главное – разные цвета. Они по-особому влияют на человеческий глаз. Он реагирует сначала на один цвет валана, на другой цвет валана. На каждый реагирование цвета глаза происходит аккомодация, приближение, удаление предмет. Но разного цвета, тем самым влияет на успокоение или возбуждение. Внутри происходит тренировка мышц глаза. Валан имеет свойство ускоряться и быстро замедляться. Валан – это тот мяч с перьями, который крутится во время полета. И глаза считывают это. Взгляд вправо и влево, вверх и вниз – это те же упражнения, которые советуют своим пациентам врачи-офтальмологи. Но здесь их делают в игре, а значит, намного непринужденнее. Кроме того, на пользу идет и физическая активность. А дальше укрепляются мышцы и связки, глаза перестают уставать, и близорукость постепенно проходит. Наталья Лихачева линзы носила с детства. С каждым годом видела все хуже. В 10-м классе ей уже поставили диагноз – минус 7. А за несколько лет занятий зрение восстановилось практически полностью. Девушка каждые полгода приходила на обследование к офтальмологу. И каждый раз ей выписывали новые линзы. Все с меньшим количеством диоптрий. Мы стали подбирать эти линзы. Первый раз это зрение на процент точно было уже лучше. Мы так особого значения и не придали. Но когда я пришла через полгода вновь, когда окулист не смог понять, в чем дело, мы уже стали пробовать, что случилось. Она говорит, что у тебя это зрение совсем не то. Но все врачи-окулисты были в шоке. Мало кто приходит с зрением минус 7 и уходит с полутора от того, что ты просто занимаешься бадминтоном. Врачи не верили. Девушку даже ввозили на обследование в Москву. Медики изучали историю болезни, проверяли глаза. Нет ли тут обмана. Все подтвердилось. А методику сейчас патентуют. И, как надеется автор, она станет еще одним доводом для того, чтобы ввести бадминтон третьим уроком в школе. Павел Ремнев, Антон Щетинин и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.